Утро понедельника для Симферопольского горосполкома началось с возмущенных криков жителей дачного массива Каменка. Они собрались под зданием городской мэрии, чтобы выразить свое недовольство действиями председателя объединения садоводческих товариществ Каменского массива Виктора Бызова. По словам митингующих, в массиве по его инициативе были самовольно заменены трансформаторные подстанции. На плечи жителей Каменки легли расходы по получению новых технических условий, а также обязательства по перезаключению договоров, условия которых устраивают далеко не всех жителей дачного массива. Люди требуют по оплате. Сумма оплаты за электроэнергию определяется согласно показаниям прибора учета по тарифу, утвержденного Национальной комиссией регулирования электроэнергии. И возмещение затрат на содержание технических сетей. На содержание каких технических сетей, если у нас все включено в НДС получается? Так они что пишут? При несовременной оплате за использование электроэнергию, оппонент уплачивает управителю увеличенный целевой взнос на содержание энергосистемы в размере 0,1% за каждый день просрочки. Значит, человек, если не получил пенсию, он каждый день у него 1%. Это где такое видано в законодательстве? Его нигде нету. Жители также возмущают тот факт, что им не была предоставлена смета расходов. Так что узнать, за что именно им придется платить, не представляется возможным. Осторожные жители Каменки не стали подписывать подозрительные договора, однако с начала этого года начались массовые отключения горожан от электроэнергии. Притом никаких документов, подтверждающих законность действий компании Крымэнергостройпрофит, производящие отключения, им не предоставили. Вешают вот такие вот объявления, отключают людей под таким объявлением и пишут. Отключен в связи с тем, что не заключил договор. Несмотря ни членскую садоводческую книжку по оплате за электроэнергию, хотя садоводы оплачивают за свет, приезжают, когда людей нету дома, отключают. Правоохранительные органы стоят молча и смотрят. Говорят, мы только наблюдаем, чтобы вы здесь не поубивали друг друга. Каменцы призвали городские власти обратить внимание на их проблему и поспособствовать тому, чтобы оплата за электроэнергию производилась жителями напрямую поставщику, а не через посредника в лице Виктора Бызова. Через несколько минут после начала митинга к горожанам вышел вице-мэр Симферополя Нариман Хаэлиев и обвинил жителей Каменки в том, что они не могут прийти к единому мнению и сами тормозят процесс решения их вопроса. Мы планировали создать конференцию, от которой вы отказались, правильно? Как отказались? Мы не отказывались, давайте мы поясним. Пришел, подождите, пришел кооператив-консьержник, пришел вот Николай, который с вами был, высокий, Асачи, и сказали, что мы против этой конференции. И от общего мнения вашего дал нам понять, что мы эту конференцию проводить не будем. И мы ждали вас на очередном собрании, на которое вы не явились. Я так понимаю, что это или была провокация с их стороны? Да, это была провокация. Они сказали, что мы не знаем. Чтобы конфликтная ситуация не вышла из-под контроля, вице-мэр поспешил пригласить собравшихся в сессионный зал, для того, чтобы ознакомиться с путями решения их вопроса. Уже во время монтажа этого сюжета в редакцию аргументов «Недели Крым» позвонила жительница Каменского массива и сообщила, что итогом сегодняшней встречи с Хайлиевым было предложение созвать конференцию, на которой будет подниматься вопрос о снятии Виктора Бызова с должности председателя. К слову, все наши попытки связаться с самим Бызовом не увенчались успехом. Однако, по словам женщины, основной вопрос, интересующий каменцев, касающийся оплаты электроэнергии, так и не был решен. И уверенности в том, что жители массива в ближайшее время не останутся без света, у них так и не появилось. Дарья Харишко, Алим Велиев, Аргументы недели Крым.